новый джили м грант седан у нас на подъемнике оцинковка если замер лкп как обработан по заводу если родной антикорду самое главное а что там за двигатель что за коробки как устроена основная техническая часть об этом поговорим в обзоре это команда авторама меня зовут павел кореневский сразу говорю можете писать по ходу пьесы по ходу нашего обзора комментарии в чате время прямого эфира либо под видео на все вопросы мы ответим а я житель на где же 122 а я вам друзья мои скажу в чем секрет 125 в одной части 122 ну вы знаете я давно не видел так ровно прокрашены крышки багажника да и 124 здесь сзади и спереди рычага солен блоки что касается защиты защиты моторного отсека еще раз вопрос каков ресурс этого движка я шо нострадамус что же это за машинка здесь все просто сзади у нас балка некоторые ругают некоторых валят за ее так скажем ремонтопригодность и надежность ну скажу что для c класса для для малого класса все-таки это вполне нормальная история что касается клиренса мы отдельно его замерили посмотрите у нас есть 122 отмечу что 122 это максимально нагруженная машина поэтому в реальности вот у меня получилось 15 16 сантиметров здесь машина отвечая на ваш вопрос есть антикор родной или нет я не могу на него ответить потому что у нас машина дилером тестовая машина посмотрите жирно покрывающим антикором хорошим слоем с нишами с ну обработано очень и очень детально и хорошо отмечу одну вещь вот обратите внимание что здесь топливопровод и тормозные да они ну так скажем все таки наружу снаружи но с другой стороны если вот поставить ровно какую-нибудь прямую поверхность да то мы можем посмотреть что лонжероны силовая конструкция все-таки их закрывает поэтому по идее вы можете не боясь где-то словить кочку ну вот вот это немножко меня беспокоит точно так же как беспокоит система выхлопная хотя опять-таки она на таких хороших мощных резиновых муфтах и по идее с ней ничего не должно случиться даже если вы где-то вот так вот словить и еще одна интересная штука посмотрите здесь двухсоставная труба выхлопная поэтому если у вас даже прогорит банка у нас одна труба никаких тут купил у меня трубы нет а здесь смотрите есть вот такое вот соединение поэтому по идее легко опять-таки легко ремонтопригодно передняя подвеска у нас макферсон здесь тоже все понятно и просто опять-таки обращаю внимание на резинки потому что многие китайцы в первых китайцев ругали что они такие сопливые были здесь все в порядке немножко меня напрягает что нету никакого пыльника по заводу на опять-таки всегда есть это как дополнительная опция может быть в городе если вы действительно мало ездите для машины то вам и не нужен пыльник об этом кстати мы тоже поговорим в тех обзоре хорошо это или плохо здесь тоже есть свои плюсы и минус в принципе снизу машинка выглядит очень ровно ну то есть никаких выступающих частей ну вот только эти болты как я говорил при замере клинца максимум 15 сантиметров когда она не нагружена поэтому по идее ломаться здесь ничего все что у нас под капотом а под капотом у нас безальтернативный атмосферный полутора литровый движок причем отдельно в тех обзоре посмотрите мы разобрали его по полочкам откуда ноги растут этого движка гильзованный он сколько реально лошади ну заявляется 102 103 лошади опять-таки вопрос с китайцем как они меряют лошадиные силы у нас два варианта трансмиссии либо пятиступенчатая механика причем базовая комплектация может быть только на механике максимальная флагшип только на вариаторе крутищий момент у движка достаточно небольшой 143 ньютона метра ну и будет такой цепной собственно говоря просто понятно надежно какой ресурс этого мотора кстати многие сразу задают вопрос вот это мы тоже так скажем обсудили на тех обзоре очень интересно потому что все таки к китайским производителей раньше раньше было много вопросов по ресурсности агрегатов и вообще по ну так скажем по культуре исполнения по сути этот движок напомню на всякий случай у нас 150 тысяч гарантия либо четыре года надо не знаю сколько проехать и кому проехать таксисты наверное быстро проедут эти 150 тысяч но они из гарантии сразу сходят замерим клиренс но специально это сделаю в салоне потому что машина должна быть на идеально ровной поверхности на асфальте в грязи не очень хочется это делать ну и на подъемнике тоже не имеет смысла с вывешенными колесами заявлен клиренс у производителя 122 миллиметра ну казалось бы очень небольшой клиренс для наших дорог для вот это для седана я думал 140 150 это было бы неплохо 122 маловато но не поленюсь и залезу нижняя . у нас у нее бензобак 20 балка и пятки пружин они тут запасом 18 хорошо давайте посмотрим дальше передняя часть здесь вот явно выступает лонжерон лонжерончик силовая конструкция а вот здесь как раз нижняя . обратите внимание где-то 16 сантиметров даже может быть чуть чуть меньше и я нахожу еще одну нижнюю точку здесь торчит прямо ну жирно болт вот здесь 15 с половиной ну ниже точки замечу что фактически вся выхлопная система вот еще торчит у нас давайте я долезу торчит у нас банка я даже это не банка это просто часть выхлопной трубы долезу я все-таки и вы знаете сколько получается то тоже с запасом получается 17 с половиной сантиметров подождите ну а где же 122 а я вам друзья мои скажу в чем секрет как раз в техобзоре с дмитрием перлиным мы об этом мы поговорили дело в том что у китайцев мерить клиренс при максимально загруженной машине то есть в европейском подходе машина должна быть полностью заправлена он должен быть водитель такой хиленький с килограммов 70 и ну там все жидкости масло жидкость для омывайка она должна быть заправлена согласитесь это не полная масса автомобиля как раз китайцы мерят с полной массой автомобиля и поэтому меня и получилась разница заявленной китайцами 122 у меня максимально низкий клиренс это 155 и даже если вы полностью загрузить эту машину даже если вы что называется набьете его своими домашними дом домочадцами семейными то я думаю все равно будет где-то сантиметров 130 но так это с запасом много это или мало пишите ваши комментарии под видео опять-таки для седана для городского седана если вы не выезжаете в какие-нибудь буераки или в лес за грибами ну мне кажется кстати насколько защищен gillium grant давайте вернемся в наше 100 и на подъемники посмотрим вот как раз какие элементы могут быть подвержены и так скажем ударом насколько это критично давайте посмотрим как покрашен новый gillium grant сразу же за бегу вперед я уточнял а у специалистов по заводу не сказали что машина сейчас машина м грант новое поколение оцинковано полностью кроме крыши меряю в двух местах в каждом из элементов для того чтобы понимать как все-таки покрашены машины 107 капот передняя часть 115 задний правильный тоже померяю 109 очень неплохо для проема эти померяем крышу вот в этой части крыши в передней над лобовым стеклом очень часто она ловит камешки 107 продолжаем ссадняя стойка 116 125 в одной части 122 ну вы знаете я давно не видел так ровно прокрашены крышки багажника да и 124 здесь разница от 90 микрометров это в нишах в проемах где-то до 145 это заднее крыло некоторые элементы я здесь все таки склоняюсь что не всегда даже качественный фирменный классный аппарат может точно дать прям вот до до единицы но с другой стороны по той же крышки багажника можно сказать что покрашена так идеально важный момент который я отмечу что известно автопанорама на сегодняшний день то что седаны оцинкованы то есть полностью оцинкованы по заводу какая там оцинковка скорее всего катафорез какой слой лежит вот этого цинкового грунта пока сказать трудно пока кто-нибудь не распилит не посмотрит не поцарапает но в принципе по заводу гарантия четыре года не 5 4 года и 150 тысяч поэтому вполне логично вот по замеру кп потому что заявляет производителя можно смело утверждать что м грант седан пройдет эти четыре года и 150 тысяч даже в очень агрессивной нашей белорусской среде не могли мы делать их обзор нового м гранта без нашего профессора так называют подписчики дмитрия перлина больше 20 уже лет знаю найдите с дмитрием интервью наши обзоры на youtube автопанорама некоторые набрали уже там больше 50 больше 70 тысяч но при том что вам может показаться дим сейчас скажет ой какой скучно и о чем вы говорите ребят вот это эксклюзивная информация которая обладает и дмитрий и который ну поверьте вы не найдете ни одного блогера журналиста потому что старый ворон даром не каркнет тем более не такой уже и старый знаете там снаружи по снимает что-то у нас и все подробно все до детали поэтому дима ну твои первые впечатления да я могу сказать что как будто старого знакомого встретил то есть фактически те черты которые не побоюсь этого слова мы любили до в народных автомобилях которые стали народными в предыдущие годы вот они фактически все здесь есть то есть это во первых достаточно просторный салон и серьезный багажник хоть это и кузов седана не универсал до который любят белорусы начиная с б 3 его пассата вот во вторых это достаточно простой конструктив с точки зрения матчасти вот и приличные ходовые качества и издовой комфорт то есть вот то что то что вот мы любили вот она вот в нем и встречается как говорится то есть ничего такого экстраординарного и чет такого там космического да все просто и все по делу как говорится раз потерь давай по технике давай давай я подниму давай я подниму капот с мотора и начнем атмосферник 103 лошади по идее уже знаком нам этот двигатель это старый двигатель или это новый двигатель значит будем говорить так что у каждого китайского автопроизводителя у него есть своя родина откуда он черпал вдохновение да вот родина джили она мне очень близко потому что у нас с джили общая сейчас не про китай про вольво говорили нет не про родину ничего подобного я говорю про toyota потому что на самом деле изучая матчасть смотря ее тех описания я думаю а чё это я уже такое знакомое когда-то лет десять назад 12 видел а это же классика бензинового атмосферного мотора серия zz toyota вские моторы 1 и 3 1 и 6 1 и 8 то есть это я рис и аурисы овенсисы то есть которая ходит все что уже было по миллиону то есть это пусть это алюминиевый блок и головка но это гильзованный блок это цепной механизм привода газораспределительного механизма о то есть это значит достаточно небольшой объем масла который требуется для замены то есть здесь 4 литра 4 литровую баночку берешь она строго идет знаешь я сразу задаю сложные вопросы а я еще не все 1 а я еще не все просто сказал подожди со сложным вопросом вот из числа современных вещей которые здесь в моторе есть это фазовращатели как на впуске так и на выпуске то есть toyota она уже давно достаточно начала ставить фазовращатели на обоих распредвалах то есть и пик крутящего момента в итоге хоть здесь и турбины нет но он имеет пик не на каком-то там там скажем там 3600 да а он размазан на небольшой но полки порядка 4200-4600 4200-4600 то есть здесь за счет применения двух фазовращателей на двух распредвалах удалось управлять двигателем именно так что здесь не какой-то коротенький пик крутящего момента дальше на свал пошло а именно небольшая полочка но есть и в случае например вариатора как здесь это очень удобно на самом деле вот вы поездите потом еще вспомните с вариаторной коробкой передач про механику не скажу пока не ездил в доступности вот у меня была вот именно эта машина она тестовая на вариатор вот если выжимать максимум а еще раз отметим 103 лошади и здесь 143 ньютона метр ну что касается 142 143 или 600 то здесь опять же ну мы собственно говоря не на гонках это первое второе значит если вспомнить массогабаритные характеристики автомобилей которые были в прошлом то 140 130 120 даже это вот именно то что было на тогдашних 1 и 6 повспоминаю тогдашних ты говоришь про те машины на которых по сути зная ли эти не на образы этого 2 я говорю не про образы этого двигателя я говорю про автомобили на которых ездило большинство покупателей новых машин возьми что французские 1 и 6 где атмосферные моторы что немецкие 1 и 6 что корейские 1 и 6 там кругом будет от 100 до 120 крутящий момент от 120 до 145 мышь не обсуждаем тут мне ралли 1 в россии паровозную тягу land cruiser где там 770 до если бы 770 а под 800 ну хорошо дима можно уже неудобный вопрос давай даже подвижку да хорошо давай алюминиевая головка блока цилиндров ну и чё отсутствие кстати в этом двигателе я почитал отсутствие гидрокомпенсатор есть такой цепь ну и чё это все я бы сказал с одной стороны это удешевление упрощение но с другой стороны это это нифига не упрощение не удешевление да это более надежно но до определенного срока там 200 до 300 тысяч когда дойдет тема для капремонта вот а вот доеду до трехсот но дип ну каков ресурс вот этого движка потому что все ругают китайские двигатели именно вот за этот вот минимальный ресурс но вот самое интересное сколько сколько где ругают но никто нигде не показал вот автомобиль китайского производства джили я его купил я на нем все регламенты выполнял я заливал качественное масло и он у меня не проехал 100000 хоть один такой видел гарантийных случаев у нас не было даже вот но хоть один такой вот за видел я уточнял гарантийных случаях вопрос даже не в наличии гарантийных случаев паш моторов где же стояли раньше движки и 18 но дело в том что этот мотор 15 которые вот у них там 4g15 называется да вот он где-то года с 16 начал производиться мы его здесь еще не знали как говорится но на самом деле это уже давно отработанная отработанная техника которую китайцы давно выпускают вот этот первый момент второй момент что касается гидрокомпенсаторов я вот с тойота и с начала 90-х годов я практически не помню ни одного мотора toyota motor где бы применялись гидрокомпенсаторы они их в принципе не любят и объясню и объясню почему дело в том что toyota motor разрабатывает моторы многие во всяком случае исходя из того что они будут использоваться от антарктики включая все анусы этой планеты где не бывает где да 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 это литературно да конечно я же не могу сказать не литературно вот где не бывает мне или может просто не быть лучше правильно сказать экстра супер высококачественных супер пупер масел предназначенных для работы под евро 28 и так далее и тому подобное то есть по сути дела это надежность и долговечность это с одной стороны с другой стороны если посмотреть на допуски к маслам которые ну я не про toyota говорю я тех документацию этой машины уже посмотрел могу точно сказать что здесь вот как бы 5 в 30 по и пиа и сель все никаких мега требований ну 5 и 30 это уже неплохое маслица ну а по сути что значит неплохое масло бы короткая в девяносто шестом восьмом году сюда каким-то макаром к нам в беларусь завезли масло 5 в 30 которую продавали в американской расфасовки в квартах в баночках чуть меньше литра кварта четверть галлона короче говоря стоимость в розницу была в пересчете с тогдашним пока по тогдашнему курсу где-то порядка 10 долларов до хорошая цена хорошая цена личная цена а вот теперь цена закупки полтора это с учетом логистики и растаможки чистейшая минералка самая дешевая которая в америке продавалась с межсервисным интервалом не больше пяти тысяч миль минералка самая дешевая но 5 в 30 вязкостные параметры колее друзья коллеги и паша ничего не говорят о качестве и совершенствуем смазочного материала поэтому 5 в 30 сл а по и пи ай это очень достаточно уже такой старый скажем так начало двухтысячных по сути дела допуск то есть двигатель по сути дела адаптирован к не самым крутым маслом ключ как бы нет ничего необходимого такого чтобы там супер-пупер дорогое туда экстра качественно говорит что даже рекомендуется по заводу леди на старый бензин ну начиная с 92 но здесь степень сжатия 10 с половиной поэтому ну в принципе я бы рекомендовал особенно если вы любите ездить там по нажимать то лучше конечно 95 и все характеристики снимаются на 95 но допуск дается на 90 тогда надо лить его постоянно ханыч это ряды только убивает дальше коробки пятерка механика подожди про коробки я еще процент хотел сдавать еще не ради тогда уточню ну чик чик стек ну а что процент и скажешь ну дело в том что все вот эти вот страшилки которые были процентные двигатели да они по сути дела связаны с тем что попытались сэкономить некоторые автопроизводители сделали облегченные цепи пластинчатые такое ременного типа скажем так то есть известно роликовая цепь где как в велосипеде она заходит на зубчики а есть пластинчатая цепь которая последела имитирует внешний вид ремня и так сказать зубчатые колеса которые на валах стоят тоже очень похожи скажем как будто там ремень грм по ним должен был ходить вот вот из-за вот этих вот моментов так сказать и они они не растягивались на самом деле стачивались просто вот эти вот грани которыми они рабочие роликовая цепь которые работают в том числе и здесь она такого же принципа то есть простая вещь давно сделано однорядная то есть как бы она как бы охватывает но если посмотреть на зубья звездочек которые на распредвалах стоят то они под обычную роликовую цепь никаких вопросов ну и как ты любишь говорить ни один производитель для не делает там движок чтобы не проехал хотя бы гарантии ну вопрос насчет 100000 нет 150 тысяч 150 тысяч четыре года но все таки вот на твой взгляд все-таки еще раз вопрос каков ресурс этого движка я шоу нострадамус ну например я могу просто сказать что есть 100000 есть есть автомобиль есть автомобили этой марки которые собраны у нас в беларуси да у которых пробег уже за 300 тысяч и они спокойно продолжают ездить дальше поэтому есть основание предполагать что если все хорошо будет в плане обслуживания и то есть грамотности эксплуатации то и этот пробежит то ну а славу 16 м пи помнишь мы как-то лет пять-шесть назад поднимали машинку и удивлялись что без капремонта 16 м пи прошел миллион ну то есть есть но это только время покажет если вот в такой вот цикл эксплуатации и запустить тогда мы увидим я не нострадамус еще раз подчеркиваю я инженер если я вижу технические решения и вижу как себя ведут эти машины на схожие конструкции двигателя я могу предположить что эти будут вести себя не хуже на текущий момент я не слышал еще не про одном не про один умерший атмосферный двигатель вот джили которые вот на базе этих зитов тойотовских сделаны которые могли бы что-то квакнуть приветствую петрович добрый день люди все знают дальше коробки передач пятерка механика может снизу посмотрим и вариатор не а ну давай сначала но давай здесь давай знаешь какие-то механики как вариант у сразу скажу что вариаторы у нас ругают ты знаешь не любят вот почему и какой здесь вариант значит ну начнем с того что есть объективные вещи в части касающиеся вариаторов вариаторная коробка передач это фрикционная трансмиссия фрикционная это значит что трение у нее рабочий процесс то есть в отличие например от механики где там зуб за зуб цепляется и пошло вращение до любой механики что гидромеханический автомат что робот там шестерни работают да то здесь крутящий момент от двигателя передается точно так же как крутящий момент от двигателя передается генератору то есть трение шкивов а ремень передай ремешок вот но только нагрузка на этот ремень естественно неизмеримо выше по сравнению с тем же генератором потому что это движение автомобиля поэтому в принципе то что это фрикционная трансмиссия это врожденный ее скажем так недостаток поэтому автоматические коробки передач что гидромеханические что роботы что механические коробки передач они использовались и используются в спорте не всюду механика но там понятная секвентальная коробки механика как правило но тем не менее они эти нагрузки выдерживают и в любительских соревнованиях гоняются причем вполне сертифицированы за лицензируемых но вариаторная коробка передач естественно для высоких и крайне высоких нагрузок применяться в долго в долго долгосрочной перспективе не может это факт и нелюбовь к вариатору у нас продиктована одним простым соображением это бэушные машины простите это это бэушные машины которые возились сюда с уже с изрядными пробегами практика машин которые новыми продавались здесь с вариаторами да она показывает что ну свои 200 250 тысяч она до какого-то там необходимости ремонта доезжает если любое сцепление которое 200000 прошло совершенно верно из 2 2 массовые маховики совершенно так точно 200000 это уже молитесь вот мы и молитесь богу что вы проехали но здесь на самом деле как бы есть выбор то есть здесь обычный маховик демпферный узел собран не на маховике на диске сцепления поэтому здесь и замена сцепления будет например существенно дешевле чем на каком-то turbo двигателя с механикой бензиновом где двухмассовые маховики тоже стоят чтобы сглаживать пульсацию момента при переключении вот поэтому здесь во всяком случае есть выбор если предполагаете что вам ехать нужно будет много долго далеко и по службе и по работе пожалуйста механические коробки добро пожаловать если хотите комфорта и понимаете что внутри 5 лет и в год вы проезжаете 10 15 тысяч 20 но за 35 лет но вы никак не выездите ее ресурс исходя из вот тут еще одна особенность мы говорим об этом постоянно все-таки движение управления в вариаторной коробке имеет свои особенности ну во первых буксование во вторых вот эти там ах нет кикдауну в любом случае резкая нагрузка на вариатор это как раз растяжение рим но давай семей здесь клина ременной да здесь толкающий ремень классическая история естественно ремень будет раме момент я знаю он не растягивается секунду он никуда не растягивается просто из-за того что нагрузка высокая вот между стенками шкива и ремнем который на нем находится приводит к износу или же задиром на стенках шкива и он не растягивается он не может растянуться потому что этот ремень представляет собой целую кучку металлических пластинок тысячи определенного профиля которые собраны между гибкими стальными лентами и вот боковые торцы этих пластинок когда они собраны в пакетик вот они представляют собой ремень они являются тем что воспринимают нагрузку от двигателя и передают ее на ведомый шкив поэтому растянуться этот ремень не могет он он толкающий стирается вот он просто трюса да просто я знаю дима гарантийный случай по другим маркам как раз когда клины ременные вариаторы выходили из строя и это касалось вот разговаривая с механиками это касалось в первую очередь стиля вождения потому что был даже не буду называть какой nissan qashqai которые меняли по гарантии дважды вариант но просто потому что не водитель такой поэтому еще раз обращаю внимание ругают вариаторы те вот на мой взгляд кто привык немножко другому стиле вождения но вариатор предполагает спокойный стиль вождей но вариатор я уже сказал что это в принципе не для высоких нагрузок не спортивных и не каких-то вездеходных ведь недаром когда мы рав 4 нового поколения рассматривали да то там и как раз вот облизывал с удовольствием этот вариатор где все тяжелые режимы на шестеренках а просто ездить переключение на вариатор и все просто с дмитрием найдите на нашем youtube канале там по 100 тысяч просмотров очень классно и подробно рассказывать слов по поводу изобилити всегда очень важно подкапотное пространство насколько удобно и механику ну и в первую очередь водителю обслуживать но все заливки и так далее вот воздушный фильтр пожалуйста 5 болтов что очень важно лампочки которая свободном доступе потому что ну посмотрите легко менять лампы если это начальная комплектация здесь то у нас лет ну что сразу вопросы по технической части первое что я вижу здесь это мотор и вариатор вот давайте с начнем вот смотрите где еще тойотовская школа сменные шаровые опоры на трех болтах так далеко не каждый скажем так автопроизводитель нынче делает когда есть возможность поменять шаровую отдельно вот следующий интересный момент что я вижу опять же влияние тойотовской школы обратите внимание на размер масляного фильтра он с кулачок ребенка трехлетнего потому что все клапаны которые необходимы для работы и масляные системы собраны на моторе они в фильтре но опять же удобство все ближе ну удобство много где кто так вот так размещает это вот опять же я вижу подтверждение того что здесь именно тойотовская школа автомобилестроение вдохновляла джили вот значит здесь есть момент который нет на машине с механикой вот это вот у нас вариаторный поддон поддон вариатора теплообменник охлаждения вот что уже тоже есть хорошо вот следующий интересный момент вот этот вот кирпич на двух соленблоках чё он делает нас там все задачи он делает никто не обращает внимание я такие мелочи очень люблю на самом деле это деталь уха вот она тут типа болтается и ничего как бы на первый взгляд не делает но на самом деле она поглощает вибрации препятствует возникновению резонанса на высоких частотах то есть это двигатель элемент шумоизоляции 8 это так называемая резонансная компенсация это брусок металла который просто на 2 резина металлических деталях здесь находится сугубо для того чтобы поглощать вибрации высоких порядков высокочастотные вибрации и не пускать их в кузов вот видите до чего китайцы или этого им уже подсказали инженеры ну дело в том что джили все-таки уже сами собаку ни одну съели им слава богу уже уже вот сколько они больше трех по поводу собаку съели мне каждый раз говорят в маркетологи ну ты вырезает это нельзя говорить по собаку съели не знаю мне мне маркетологи не начальство я могу говорить что думают хорошо в общем один вот ну давай поговорим подвеска передняя максерсон классическая опять-таки смотрю по всем этим пыльником раньше они были очень хлебки китайские прямо-таки сопливы сейчас но здесь достаточно плотный мягкий ну такую же хорошую но для того чтобы на мировых рынках конкурировать то приходится соответствовать по идее ломаться здесь по передней подвеске особо не так я говорю что подвержена износу то предусмотрено сменным вон как шаровая опора например ним легко добраться тормозные механизмы классические с плавающими скобами то есть как бы здесь можно не задерживаться сзади и спереди рычага соленблоки что касается защиты моторного отсека здесь я вам такую еще вещь скажу что в наших широтах в наших широтах друзья где много соли по зиме и так далее и тому подобное вот эти вот глухие металлические поддоны которые закрывают ну защиты скажем так они играют двоякую службу во первых они конечно предохраняют от ударов да а с другой стороны если машина например ездит немного но много стоит на стоянке то вот такая погода как сейчас около 0 0 минус там 0 плюс и последствия соляных вот этих вот растворов которые высыпаются выливаются на дороге они обусловливают постоянный масляный туман если вы ездите в городе вот крупном большом белорусском городе и редко выезжаете куда-то за город то ну нет особой необходимости ставить стальную защиту моторного осета подумайте да дополнительно у тех же лаганов в базе была родная металлическая за ну и очень хорошо тех же пола посмотрите обзор у нас пускай было просто пыльник пола у пола пластиковая армированная эта штука но я смотрю на эти автомобили у которых даже заводом предусмотрена защита спустя 35 лет не интенсивной эксплуатации в руках частных владельцев сгнивают стальные поддоны ржавеют нуждаются в замене сгнивает проводка которая включает там вентиляторы охлаждение на радиаторах и так далее и тому подобное коррозионная нагрузка назову это так значительно повышается за счет этой глухой плиты дим по поводу антикоррозионной нагрузки а как раз сюда наша тема здесь я вижу что дилер дополнительно совершенно верно и правила ищем и правильно сделал сделал я так думаю что сделано полностью грамотно тут я понимаю что в оригинале ну извини опять неудобный вопрос жили ругали из-за того что они по заводу не были подготовлены ну то есть к не было антикова в принципе давайте скажем что джили бывают разными мы не раз делали обзоры по разным маркам спаша с тобой с вами коллеги я вот не помню делали ли мы обзор автомобилей произведенных у нас в беларусь а вот наверное нет ну тогда надо так сказать ликвидировать некоторый момент российских море а вот белорусских белорусского производства именно где сика идеи полностью собирали красили варили и так далее дело в том что в отличие от китайских заводов на нашем заводе набил джи есть такая история когда строился этот завод то его технический персонал руководство защитили перед китайцами перед инвесторами защитили необходимость дополнительных технологических процессов на этапе сборки покраски кузова точнее после сборки перед покраской то есть дополнительный антикор воскование сварных шнов швов залить и антикоров скрытые полости именно по этой причине атласы например или же им гранды белорусского производства вот которые были сварены и покрашены у нас переживают наши соляные туманы ну вообще намного лучше любого другого китайца ну дим но мы ничего не можем сказать по поводу родной родной подготовки по поводу родной таки дополнительный по поводу родной мы ничего сказать не можем но то что дилер весь этот автомобиль он у нас делается по методу скд крупно узловая да он приходит сюда покрашенным кузовом пока что пока что наши решают вопрос по локализации его больше производства вот я надеюсь что наши решат потому что я в наш завод этот верю я его знаю как облупленные просто я был во всех цехах там я там предстартовый аудит проводил и сотрудников когда мне сразу вопрос потому что мы не дошли так все таки есть катафорезная ванна конечно я ее не я ее вот этими я ее уж говорит что она я в ней только не плавал я друзья то есть есть все таки катафореза она там есть мы все время ставим вот эти глаза ее лично видели и лично видели как атласы старые генерации до предыдущие вот туда вот после мойки и сушки в 70 градусов в растворчик бульк и процесс пошел и выходили после него на сушку хорошо м грант вернемся к гранту вернем что-то белорусское здесь в принципе есть или первая партия это полностью китайская про первую партию вы пока про наши наши комплектующие говорить пока не будем это по сути дела пилотная партия по сик иди поэтому это все китайское производство что там есть но я думаю что с течением времени так сказать это будет конечно наращиваться и честно говоря глядя вот на продукцию нашего завода да я еще раз скажу что я очень большой поклонник этого завода я увидел своими глазами причем не со стороны как уже говорил наши там работают хорошо вот и надеюсь что будет все точно так же давайте давайте дальше пойдем по им гранту мне мерилось там 15-16 сантиметров вот я читал по паспорту 122 оператор я хочу отдельно показать вот эту вот штуку вот этот вот разъем в системе выпуска далеко не каждая даже недорогая как мы привыкли называть бюджетная машина имеет разъем предусмотренный технологический для того чтобы не нужно было пилять это не ругательство а пилить имеется для того чтобы не нужно было пилить трубу и придумывать какие-то нахлёстные соединения с хомутами с обжимом да здесь все уже придумано технологически для ремонта сгнивает задняя банка глушителя она как правило пойдет 1 открутили два болта спилили их нафиг сняли кольцо вторая банка и вперед это удешевляет ремонт конечно упрощает и удешевляет ну а поводу клилиса почему не такой ну низкий клинис 122 заявлено значит смотрите какая история дело в том что здесь вот кстати говоря тормозные трубки вот тут бы я конечно предложил бы чем-нибудь их прикрывать на заводе потому что здесь и топливопровод и тормозные они немножко как бы ну не знаю повредить потому что смотри они все-таки за ну заподлицо они глубже а тут же смотри между двумя про ребрами ну да снимается если машина и сядет на кучку то на сядет вот на эту тогда тогда снимается вот пластик естественно короче говоря дорога вот проклиниться для седана это нормально 120 а есть маленький нюанс который связан с методикой китайского измерения дорожного просвета в отличие от европейского выда но фау да который предусматривает снаряженную массу а снаряженная масса это водитель 70 кило и полный бак ну и масло омывайка китайцы грузят машины в щен полная масса максимальная допустимая да то есть максимальная допустимая у нас ну да 8 и в багажнике потому что я мерю 15 16 мне получать вот потому и получается мы не далеко не на первой китайской машине находим такую весть у нас тут арсеная балка так скажем полузависимая подвеска ой давай не будем говорить про полузависимость вот не люблю это это полубеременность то же самое не бывает это надежно просто и смотрите ремонтопригодную с другой комфорт ну комфорт комфорт специально проект а стру а стру а стру помнишь мы 20 лет назад ездили комфортная машина сзади балка конечно же на спящих полицейских на почках сзади все все это настройки потому что если взять например volkswagen jet у предыдущего поколения все говорили что она жесткая некомфортная извините независимая подвеска независимая подвеска вот а здесь ситуация друга но давайте начнем с того что по науке такая мне подвеска называется подвеска на параллельных рычагах связанных торсионные балки про полубеременность в определении не говорится от слова ничего вот поэтому давайте не будем говорить и мы в чем основное преимущество независимой подвески в отличие от балочной оно заключается лишь в том что грамотные настройщики могут добиться или же супер управляемости или же супер комфорта или же какого-то максимально возможного компромисса между ними но обычный водитель почувствует что в машине стоит балка только в одном случае если он станет в горку затянет ручник и отпустит педаль тормоза в этом случае автомобиль приподымет попу все машина на независимые подвески никогда так не сделает потому что у нее кинематика крепления колеса другая нежели чем у балки балочная машина только приподымет за все но не скажи на страну если ты едешь в ряду я себе серьезно балочки ну ты 5 . свои ощущения у меня был опять же 20 лет назад случай когда один из известных ныне журналистов приехал увидел астру которая в тюнинге стояла я взял его развел сначала сказал это очень редкая астра в ней многорычажка сзади на попробуй проедь и вот он проехался как классно сразу чувствуется что многорычажка какая прелесть я приехал мы приехали на базу да и тогда на опеле работал я поднял машину на подъемник и иди посмотри он такой убрин как ты меня развел его тоже второй случай когда человек может опытный понять что перед ним машина балочная до сзади на балке это когда есть скоростной поворот и на нем стиральная доска гребенка неровности дело в том что в силу того что инерционность работы вот такой вот конструкции подвески она больше нежели чем у легкой независимой в итоге подпрыгивая на неровности колесо на балке висит в воздухе несколько дольше потому что масса всего этого железня намного выше инерция выше инерционность недаром все воюют за неподрессоренные массы вот в итоге получается что если ты на балке будешь ехать такой вираж зад будет сильнее сбрасывать все один ты можешь все похвалить стать я могу не все похвалить оправдал по делу поэтому здесь скажем так для недорогой машины все окей а вот это вот коробка самое главное что все таки это надежно и конечно . а вот что ходовые качества коробка извини подожди а ходовые качества обеспечивают расчетные установочные углы сайлин блоков обрати внимание что его ось не перпендикулярно движению автомобиля в этом случае когда машина кренится например в вираже она обеспечивает такая конструкция рычага и установки сайлин блоков эффект пассивного подруливания то есть колесо при таком вот положении рычагов и осей вращения до сайлин блоков крепежа она позволяет подрулить немножко колесо при крене в сторону поворота придав безопасные характеристики недостаточной поворачиваемости а эта коробка это не что иное как улавливатели паров паров бензина угольный абсорбер так называемый вот и все друзья мои как вам а байки и на самом деле интересная информация дмитрия пишите ваши отзывы ваше мнение под этим видео и конечно поддержите хорошими словами дмитрия ну можете поругать и меня и дмитрия мы в любом да мы привыкшие собственно вот так как отвечали на эти непростые вопросы дим спасибо спасибо дмитрий перлин мастер тренер атлант м специально для автопанорам друзья мои могли бы на самом деле рассказывать о технической части еще очень долго возможно что-то было ну так скажем поверхностно задавайте ваши вопросы под видео мы постараемся с дмитрием ответить на них ну и конечно же смотрите наш тест-драйв новая м гранда на нашем канале youtube посмотрите наше сравнение с комплектациями с максимальной и с базовой комплектации ну и не забудьте подписаться команда панорама везде во всех соц сетях и в мессенджерах меня зовут павел переневский автопанорама в моем сердце надеюсь и в вашем пока почему новые седан жили самое выгодное предложение на рынке ну по сути бюджетный автомобиль главный аргумент сегодня эта цена вы хотите подороже или подешевле два варианта комплектации новая седана плюшки интерьера это безопасность в нашей комплектации 6 подушек безопасности 1 2 3 и боковые шторки новая седана и и Субтитры создавал DimaTorzok